Сегодня, 20 января, в парке культуры и чтения буквоед Алена Долецкая презентует книгу «Не жизнь, а сказка». Ее имя известно каждому. Журналист-переводчик, она была главным редактором журнала «Вок», «Интервью Раша» и «Интервью Джермани». Она является участником проекта «СНОП». Сегодня мы пообщаемся с Аленой и узнаем, каково это написать о себе книгу и какое будущее она пророчит глянцевой журналистике. Вас называют лицом глянцевой журналистики, но я не раз сталкивалась с такими моментами, что глянец вообще журналистику считать не хотят. Однако вы признавали, что вы в него верите, но нельзя вы ввести гурс глянцевой журналистики. Как возродить этот жанр? Что на них взяли? Ну давайте более честно, глянец и глянцевая, так сказать, продукция все равно является развлечением. Это первое. Второе, глянцевую журналистику можно называть не журналистикой, можно называть журналистикой. Но это просто вид профилы журналистики, которая живет по своим собственным законам. Да, глянцевой журналистики нет определенных форматов, которые существуют в политическом журналистике, в общественной журналистике. Но это не делает глянцевую журналистику не журналистикой. А вот с профессиональной точки зрения, ваше самое любимое глянцевое журналистико? Ну я не считаю, конечно, тех, которые вы взрастили, да? Ахахаха, которые по своей детали выучили. Если совсем честно, мне нравятся более много журналистов. Известно, что я всегда им беру и восхищалась богом, итальянским богом, что я не понимаю, франклис и джай. Мне нравилась определенная часть работника английского французского журнала. Я очень люблю журнал «Интпл» под руководством Кэбин Барон. И, честно скажу, мне нравятся новые журналы, которые сейчас появляются, типа «Харис Вайти», «Джаймпл» и «Фантастик Ман». Журналы, которые очень точно знают свою целевую аудиторию, не пытаются, так сказать, захватывать миллионы читателей и выращиваются, собственно, только им в верную аудиторию. Мне кажется, что они большие эмоции. Сейчас очень много говорится не только о смерти Ильянаса, но и вообще о печатных изданиях, просто по таким поводу думаете. Выживет все? Выживет абсолютно все, и доказательством это является то, что и театр предсказывали смерть, когда кинематограф эти снял. Помните, из театра всех выгонял и говорил, «Забудьте, здесь будет только наше кино». Совершенно верно. Радио читали, что это какой-то вообще 18 век отстал, история никогда не выживает. И посмотрите на развитие радиоформатов не только на обычных частотах на интернете, и сколько у них последователей, подписчиков и так далее. Так что не надо никуда им торопиться. Как говорил Марта, слух о моей смерти слегка преодоличен. Вот хочется задать вопрос о вашей книге. Это уже не первая книга, написанная о вас, написанная о вами. Сколько времени потребовалось, чтобы предоставить все, о чем вы написали? И сложно быть все это было. Там ведь много таких личных историй. Ну, сколько времени. Я действительно собиралась ее писать вообще. Когда я сделала первую самую кулинарную книжку «Утро 50 завтраков», на авторах в сессиях, каждый, наверное, пятый человек спрашивал, когда же будет книжка про вас. Так и дело и пошло. Собственно, эта книжка, я думала, не довольно долго, потому что в сессиях началось все это вот, а строго, которое я писала в год. Трудно или трудно писать хорошо в себя трудно. Эта книжка не мемуары. Эта книжка не длинная коса жизни. Это не автобиография. Это короткие истории жизни. В своей книжке я их называю «Байки», потому что так их называют мои друзья, которые слышали эти истории в неодачь. Но это очень важно понимать, что это действительно некий хитроумно сплетенный все-таки сборник баек и жизни. Когда вы уже сами иногда приехали, читали, вы уже о чем-то пожалели, что что-то нужно было добавить, может, что-то убрать? Это абсолютно закономерное желание абсолютно любого человека, который занимается чем-то связанным с завершением определенного подобного. Каждый раз, когда мы закрывали номер интервью, скажем, и уходили в печать, она так пролистывала номер по компьютеру, думала, о, зачем мы это сделали здесь, надо было это перенести назад. Это абсолютно нормально. Особо именно у перфекционистов, которые любят все доводить, знаете, до идеальности. И последний вопрос. Не буду вас задерживать. Вы должны начнем с встречи с читателями. Скажите, с профессиональной точки зрения, своего огромного журналистского опыта, какой бы вы совет или, может, наставление могли дать тем, кто хочет свою жизнь связать с журналистикой? Советов очень много. И, наверное, именно поэтому я и запустил школу реанцию журналистики. И в одном слове или в одном совете высказать это очень сложно, поскольку это будет выглядеть претенциозно. Я могу кормить вас слоганами в виде «работать, работать, работать», вкладывайте все свои силы в расследование, расследование, расследование. Относитесь бережно к фактам, цифрам, именам. Изучайте все связанное с ними. И этого всего очень много. Мне кажется, что самое главное, что тот человек, который действительно хочет найти в журналистику, должен понимать, что он ее очень искренне любит. И тогда вы будете делать все то, о чем вы говорили только что. Вы будете работать и переписывать каждый свой абзац. Вы будете думать три раза, четыре, тридцать четыре. Правильно вы начали, правильно вы закончили. А у вас структура есть? А что в основном с историей? Все развалилось. А где же «аааа»? Где читатель скажет «ммм, нету». Поехали по моему. Для этого надо просто очень любить эту профессию. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо. Спасибо.